Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа. На днях видео с таким заголовком появилось в Ютубе и собрало почти миллион просмотров. Это разработка белорусского художника и разработчика Игоря Андрея Максимова. Он научил нейросеть распознавать лица, даже если у человека на голове была клава. Так бывает. Узнаем, как это работает Андрей Максимов в прямом эфире «Дождя». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам. Расскажите, как работает эта система и как можно узнать человека, даже если частично его лицо закрыто? Вы знаете, у этой системы есть два больших важных пункта. И самый большой, на котором мы фокусировались изначально, это именно возврат оригинальных лиц на фотографии и видеосвидетельства вот этих всех самых преступлений и беззакония, которые сейчас происходят в Беларуси. В Беларуси сейчас даже без искусственного интеллекта происходит большое количество деанонимизаций, которые происходят абсолютно на таком глобально-социальном уровне. И мы, собственно, используем всю эту информацию, чтобы тренировать нашу модель, скажем так. И потом эта модель, само собой, используя и ту информацию, которую предоставляют люди, и дополнительно какие-то, скажем так, лицевые features, то есть какие-то отличительные черты, и используют их для того, чтобы попытаться найти какой-то match, то есть найти какой-то уже похожий имеющийся прототип в базе данных и потом восстановить его. Но система пока не идеальна, да, она может давать осечки. Спустя некоторое время вы добавили в описании под видео, что одного из силовиков алгоритм мог распознать ошибочно. И вообще, какое количество ошибок пока этот алгоритм допускает? Вы знаете, как и в целом с любым видом искусственного интеллекта, большая часть и самая важная часть, мне кажется, этого процесса – это осознавать, что он существует для того, чтобы помогать человеку лучше принимать решения. То есть в конечном счете мы ни в коем случае не хотим видеть эту систему как полностью самодостаточную и как бы ответственную за финальные решения, поэтому однозначно она должна будет проверяться людьми. Всегда есть будет какой-то процент погрешности, и чем больше мы получаем данных, тем, само собой, более четкой и правильной становятся предсказания. И в этом, конечно, очень сильно помогают все те картинки, изображения, которыми делятся белорусы сейчас. Вся та огромная работа, опять же, которая проводится по деанонимизации, которая тоже дает нам информацию для нашей базы данных и дополнительные углы и ракурсы различных изображений. Поэтому, да, риск есть всегда, и мы это, к сожалению, прекрасно понимаем. Но в то же время, учитывая, что в Беларуси счет идет на десятки тысяч людей, которые без вины, по сути, страдают за то, что просто пытаются выразить свою гражданскую позицию, к сожалению, в текущей ситуации риск где-то неправильно определить сотрудника силовых структур является приемлемым таким риском, который мы должны принять. Эта система, она находится в открытом доступе или можно ей воспользоваться только при помощи, ну, при вашей помощи? То есть вы принимаете фотографии, как это работает? Да, справедливый вопрос. Она не находится в открытом доступе, и мы видим большой риск в целом в таких системах, находящихся в свободном доступе, потому что, несмотря на то, что в Беларуси сейчас большой политический кризис, который влияет на 9 миллионов человек, кризис, который коснется потери приватности, уже касается многих людей, коснется миллиарды, поэтому выпускать это просто в свободное плавание в интернет, это не то, скажем так, в чем мы заинтересованы. И да, главная цель этого ролика была в первую очередь продемонстрировать работникам силовой структуры, что у нас есть все необходимые средства, все необходимые инструменты для того, чтобы все те бесконечные видео, которые мы видим, в которых они нарушают закон и попирают права белорусских граждан, что они все очень быстро могут превратиться из видео с ними в масках, видео с ними без масок. И этот процесс будет происходить дальше, но, да, к сожалению, риски с точки зрения приватности, я думаю, что также играют важную роль и не позволяют нам просто выпускать это свободное плавание, особенно учитывая, что разработка все еще ведется, и, как вы видите, иногда мы можем тоже совершать какие-то ошибки, поэтому мы хотим держать какую-то ответственность за происходящее, чтобы помочь людям быть услышанными. Да, и ваша компания сейчас при помощи виртуального мира пытается помочь протестующим в Беларуси. Андрей Максимов, генеральный директор Прометейн AI, был у нас на связи. Ну, а мы идем дальше. Культура.